Пойдемте. Доброе утро, мальчики мои. Уже третья тачка. Нам еще пять, шесть, еще три тачки. Что это мне, сюрприз такой с утра? Задуваем? Идите все вместе будем дуть. На газон идите. Иди на газон. Загадывай желание и задувай. Все, давайте. Афоня, давай, иди будем все вместе. Раз, два, три. На меня все летит. Как красиво, как будто снег. Да. Сколько много снега? Прекрасный. Так, давайте я пойду сейчас супчик доварю, хорошо? А нам еще три тачки, да, Фоня? Да. Ребята, у меня сегодня так началось утро. Мне нужно, вчера написала девочка, чтобы я ей сделала пряники на сегодня. Вот, я все сделала, испекла их, открывая холодильник, а у меня закончились яйца. Это был ужас, там почти одиннадцать было вечером. Поэтому я легла спать, сегодня утром проснулась, ездила за яйцами и сделала сейчас пряники. Поэтому прям с самого утра ничего не снимала, была в таком вот легком движении. И сейчас все отлично, все сделала, сейчас они высохнут. И все хорошо, я все успела. Пойду сейчас готовить обед-ужин. Вот пряники. Вот это вот не на сегодня, а вот это цифра 30. И вот такие вот на сегодня. Осталось только их покрыть золотишком. Буду этим заниматься. Я на обед готовлю супчик. Здесь у меня уже все овощи. Картошка, морковка, лук. Все стандартно с водой. Здесь чеснок помытый, будем использовать в конце. Буду готовить рисовый суп. Здесь у меня рис, пол пакетика, который я вчера не доела. А здесь суп будет с фрикадельками. Куриный фарш, прованские травы немножко, перец, соль, лук. Сейчас все это замешаю. Буду делать тюфтельки, фрикадельки, не знаю, что-нибудь. Добавлю в суп половину, а в половину запеку в духовке. Вот, так что сейчас займусь тем, что буду катать шарики. Я сюда вот закинула эти тюфтельки куриные. И рис сразу же из пакета высыпала. Так что сейчас закипит, буквально 5 минут, и все будет готово. Супчик на обед будет готов. А вот еще сделала вот такие вот куриные котлетки. Буду запекать их в духовке. И когда они подпекутся, я вот такую вот мясную подливу разведу. И залью, и чтобы оно немножечко потомилось с мясной подливой в духовке. И чтобы потом на гарнир какую-нибудь кашку сварить. На гарнир у нас будет пшено. Включу сейчас на 25 минут, и все будет готово. Я всегда сказала детям подмести. Нельзя так делать. Мама, мы подлетаем. Я вижу. А что ты весь грязный? Ты видел себя в зеркало? Лицо твое. Ну, пойди посмотри на себя в зеркало. Ты весь грязный. Нет. Ну, пойди в зеркало посмотри. Я поеду завтра. Нет, сначала ура, что ты поночевала у бабушки с дедушкой. Потом не ура, а 20 тачек. Ну, ты хочешь поехать же на соревнования? Завтра какие соревнования по карате в Динамо? Всероссийские. Всероссийские? Ну, я даже не знаю, какие. Ну, короче, какие-то там российские, да? Все российские. Все российские. И завтра в 8.30 поедешь с тетевикой на маршрутке. Все российские, все российские. Только одна Россия. Она не склоняется вроде бы. Или склоняется. Россия склоняется. Кому? Россия. Ну, просто единственное, ее больше не существует. Какая-то другое Россия. Именно одна Россия. Так, ну все, давай туда 20 тачек, сынок. Еще 11 тачек. Да. Все, давай я буду подметать под навесом. Так, слушай, тут же дети подметали. Ну, ты же видишь, как тут чисто. Ну, как могли, так и подмели. Так что, давай теперь я сейчас перемету. Они не подметали. Почему тут? Ты видела, какие тут были горы мусора? Угу. Или больше? Ну, такие где-то. Так что, они все убрали. Давай. Ну, они подмели, а ты говорила, подмели. Ну, они подмели, вообще-то. Ну, просто они так подмели. Они, ну, как бы подмели. Атоха, актер, актер. Ты чего там балуешься? Мама! Ммм. А где это? А где Афоня? С Гришей? Григорий молодец. Еще 8 тачек. Ну, это 12-ая. Да? Ну, отлично. Что? Ты где? Я здесь. Да, вот так вот Григорий готовится к зиме. Да, сынок? Мама! Что? Ты кто? Афоня? Дед Мороз. Так, бумажку подними, Дед Мороз. Мама, поднимай. А чья? Не знаю. Ты старенький. Ты старенький? У меня волшебный посох. А, волшебный даже посох у тебя? Да, волшебный. А как ты понял, что он волшебный? Потому что... Я же Дед Мороз. А-а-а. Дед Мороза? Сила. Да. Сила есть, да? Да. Супер Морозка есть. А, Супер Морозка? Так, там машины аккуратно. Да я на этого президента посмотрю. А что ты во фраке сегодня, да? Или надо носить родные вещи? Конечно, а ты мать. Ты думаешь, четвертый ребенок уже дальше не будет, что ли? Не надо оставлять никому эту бабочку красивую? Почему? А этому? Леониду. А, Леониду? Привет. Дай поцелуй. Дай. Дима и красавчик. А, что там? Баба-деда? А это что за хомяк? Дима и хомяк. А это что такое? Это лизун? Я думаю, это мед. Думаю, нифига. А, слайм это называется. А слайм это не лизун, да? Нет, это немножко другой лизун. Он такой, это слайм. Да. Чувствую себя. Я уже давно родные не видела. Я сегодня только смотрела про Сингапур, и там на обед были вот такие ножки как раз. Ну, их надо мыть, чистить, это не моё. Ты таким не занимаешься. Ты их выбрасываешь, да? Ну, да. Ну, да. Ну, а мы раньше в детстве ели. Выглядят глясно, какими ногтями нарощенными, да? Да. Супер. Всем приятного аппетита, да? Да. Те же обычно такие блюда интересные, да? На твоём канале. Как в Сингапуре, да? На твоём канале, да. А ты же крылышки выкидываешь. Ой, это не сыр. Женя, я думаю, ты прям это, зажралась уже. Вот хозяйка родня, вот хозяйка. Иван, у меня характер у тебя не такой. Какой? А какой у тебя характер? Я люблю купаться. Зай, ну ты посмотри на себя. Я понимаю, что ты не любишь. У кого у чужих? У бабушки с девушкой? Я не люблю. Зай, зайдёшь сам, закроешься и покупаешься. Хочешь? На, надевай сейчас носки и чистые. А я тебе уже взял. А, ты уже взял? Ну, всё отлично. Ну, трусики на, бери. Будешь там... Ну, ты посмотри, какой ты чумазый. Как ты завтра в церковь? Характер у него. Ну, тогда не надо сегодня ехать ночевать. Купайся дома, хорошо? Я хочу купаться, что знаешь, как купаться. Зай, что делать? Тогда тебе завтра в церковь утром. Тогда не езжай сегодня ночевать, хорошо? Оставайся дома. Договорились? Или дома оставайся, или бери трусы, и там помоешься. Характерный ты мой. Антош, ты быстрее решай. Бабушка с девушкой тебя только и ждут. Им же тоже кушать хочется. Они же уже голодные. Ты поедешь или нет? Да. Тогда бери трусы, где носки твои? Могу одним словом сказать, боюсь. Но оно будет не русское? Оно будет как раз самое русское. Потому что пришлось... Зато всем станет понятно. Не надо будет объяснять. Да? Да. Короче, пришлось сейчас снять двигатель. Это двигатель называется? Это называется... Тоже тем же словом, как и ситуация. Ну сделали, сделаете. Ты говоришь, просто выучил одно слово и живешь теперь с ним. Так потому что у нас другое, по-моему. Понятно. Выключить. Я тут начала палисадник полоть. Причем детей. Немножечко припрягла. В общем, выпалывая. Извините. Складывая все сразу в ведра, дети мне выносят. Вот сейчас должны мне ведра принести. И начинаю с конца. Потому что у меня настроение всегда сначала все сделать. А в конце всегда все бе-бе-бе. Поэтому я вот начала с конца. Чтобы к началу точно хотелось идти. Вот гляньте, уже скоро пиончики распустятся. И розы тоже уже вовсю. Бутончики. Пионы. В общем, везде красота. В этом году даже не было времени оборвать пионы. Поэтому на одной ветке будет аж по 4 цветка. Вот. Васильки тоже скоро. И здесь заросли роз прям вообще. Вот что значит у нас зима вообще не снежная. И розы я, получается, практически не обрезала на зиму. И вот с весны вот такие кусты огромные уже. А про этот я вообще молчу. Он просто обалденный. Вот так вот. Хорошо, что есть дети, да? Помогут маме? Да. Помогут дети маме? Да. Да, ставь здесь, сынуль. Я буду сейчас. Все, ставь тут. Куда ты понес? Там уже травы нет. Здрасть. Антош, ты поедешь ночевать? Да. Ну, бери иди вещи. А то бабушка с девушкой уехали. Пока тут этот характерный парень, да? Я вам даю слезу. А зачем ты это сейчас говоришь? Ты уже в этот день сто раз это сказал. Да? Нет, они не из-за этого уехали. А потому что девушка брызгал. Мне надо по-быстрее помыться. Ха-хай! Ху-ха-хай! Ху-ха-хай! Ха-хай! 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 Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...